Музыка Победы Кинофильмам и спектаклям, а всему народу он известен прежде всего как автор известных песен. Это Андрей Яковлевич Эшпай. Когда композитору было три года, его семья переехала в Москву, где он и вырос. Любовь к музыке передалась ему прежде всего от отца, который также был композитором, педагогом, и в семье всегда царила очень творческая и интересная атмосфера. Писать свои первые музыкальные композиции он начал в детстве еще в четыре года. И композитор отмечал, что марийская музыкальная традиция оказала очень большое влияние на его музыкальное становление, на его становление как композитора. И одним из основоположников этой традиции был в первую очередь его отец. В 1941 году будущий композитор окончил школу-семилетку имени Гнесиных, и на тот момент он уже был музыкантом, подающим большие надежды. Но война сделала свое дело. Она не позволила продолжить музыкальное образование будущему композитору. С началом Великой Отечественной войны Андрей Эшпай выразил желание пойти на фронт добровольцам, однако в связи с возрастом он не был принят. В 1943 году он окончил Чкаловское пулеметное училище и также курсы военных переводчиков. В 1944 году он воевал на Первом Белорусском фронте, участвовал в освобождении Варшавы, а также в Берлинской операции. Эшпай, как военный переводчик, был награжден Орденом Красной Звезды за данные, полученные при допросе пленных, а также за уничтожение восьми солдат и офицеров противника в боях за Берлин. И 9 мая 1945 года он встретил в Берлине. Война стала особой трагической темой жизни и творчества композитора, ведь он там потерял немало друзей, а также старшего брата, памяти которого посвящена прекрасная песня «Москвичи». В полях за вислой сонной Лежат в земле сырой Сережка с малой бронной И Витька с маховой А где-то в людном мире Который год подряд Одни в пустой квартире Их матери не спят После войны Андрей Шпай продолжил занятия в Московской консерватории и до последних лет жизни вел активную творческую деятельность. Его песни исполняли многие знаменитые певцы, такие как «Майя Кристалинская», «Леонид Утесов», «Марк Бернес». И музыка Андрея Шпая звучит во многих советских и российских фильмах. «Карьера Димы Горина», «Приходите завтра», «Майор Вихрь», «Адъютанты его превосходительства», «Кремлевские куранты», «Трактирная Пятницкая», «Емельян Бугачев», «Униженные и оскорбленные», «Иван Грозный», «Куприн» и многих других. Благодарим вас за внимание. До встречи в следующем выпуске «Музыка Победы». Свет лампы воспаленный Пылает над Москвой В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой Друзьям не встать. В округе без них идет кино, Девчонки их подруги Все замужем давно.